Пролетарский интернационализм Мы исследовали коммуну Интергельпа Если вы знакомы с историей города, то вы должны были знать, что в 20-30 годы к нам из Чехословакии приезжали рабочие интернационалисты специально, чтобы строить молодую республику в эти годы И вторая тема была исследовать работу, которую проводили художники-интернационалисты А именно мы смотрели деятельность трех художников-интернационалистов Это Оксана Павленко, Белла Уитс и Ласла Миссарош О них я сейчас коротко расскажу Вообще надо сказать, что в 30-е годы в Киргизии началось масштабное строительство таких крупных общественных зданий И одним из таких зданий стал дом правительства Ныне он уже зовется Американским университетом Центральной Азии Если вы видели его, он прямо стоит в центре города Раньше это был дом правительства Киргизской ССР Он был построен в 1936 году в честь 19-й годовщины Октябрьской революции И для оформления зала заседаний в этом самом доме были приглашены нашим местным художником Чайковым Были приглашены как раз-таки Миссарош, Ласла Миссарош из Венгрии Белла Уитс, тоже из Венгрии И Оксана Павленко С Киева, с Украины Итак, Ласла Миссарош Это был венгерский художник, окончивший художественную школу Школу прикладных искусств в Венгрии, Будапеште И на его мировоззрение сильно повлияли именно социалистические художники Скажем так В Венгрии он очень активно пропагандировал социализм Он даже в своих произведениях критически осмысливал именно эту социальную ситуацию И часто призывал к борьбе И скульптор писал, я его цитату привожу здесь В искусстве своем я хочу достичь по мере своих способностей максимума Хочу создавать произведения, действительно служащие на благо человечества Но в первую очередь того человечества, из среды которого я вырос То есть из пролетариата Близок мне простой, но ценный пролетарий Пишет Миссарош Если отметить его заслуги в нашей стране То известно, что в Киргизии скульптуру принадлежит заслуга в создании Первой скульптурной мастерской И открытии изобразительной студии при Союзе художников О нем кратко и дальше Оксана Павленко Тоже художница с Киева Которая также была приглашена с этой группой Оксана Павленко училась в Украинской академии художеств Мастерской монументальной живописи Михаила Бойчука Участвовала в разных тоже социалистических В росписях на социалистическую тему В том числе в Киеве, если вы были в Уцке и Казармана Как бы тоже расписывала стену Стена аудитории Института пластических искусств Но эта фреска она потом уже была уничтожена, к сожалению Также вместе с Уицем она написала Вот на ВДНХ в Москве есть На главной стене павильона есть их фреска Вот эта вот Она вот до сих пор есть Но там получается После разоблачения культа Сталина Сталина, который в центре за Лениным Его закрасили Так как бы больших изменений не произошло Вот это совместная работа Павленко и Уитца Так, и Белла Уитц В принципе, скажем так Один из, наверное, самых важных художников Из этой группы именно Его называли, я прям зачитаю Энтузиаст возрождения монументального искусства В художественной культуре социализма И одна из фраз, которая очень нам понравилась Это его фраза о фресках О важности фрески Как об инструменте пропаганды социализма Он писал Стены должны говорить Величайшее внимание должно быть обращено нами На общественные здания Дворцы, клубы и так далее Эта задача огромная Воспеть на стенах эпос социализма Фреска может и должна сделаться Агитатором за социализм В 1926 году Уитц приезжает в Советский Союз И он здесь жил и работал В принципе, до своих последних дней Он организовал Международное бюро революционных художников Здесь также преподавал В Московском Высшем художественном техническом институте А к нам в Киргизию он приезжает в 1936 году А, нет, этого нет И тоже по приглашению Чуйкова Как я отметила ранее И здесь во Фрунзе художникам предлагают Оформить вот этот зал заседаний Оформить его стены И с 1936 по 1937 года Они как бы предполагали Художники предполагали Оформить эти стены по трем направлениям По трем тематическим направлениям Первая это создать портреты Ленина, Маркса, Фрунзе, Сталина, Энгельса Вторая, две крупные композиции Одна из которых на тему среднеазиатского восстания 16-го года И третья это на тему социалистического переустройства Кыргызстана То есть как в Кыргызстане менялось вот это все устройство Как приходил колхозы, все вот эти совхозы Именно они хотели показать обычные лица Скажем так, пролетариата И как они это все через себя проводят Это были их планы И в принципе Они как бы уже создали эскизы на все эти темы И почему тема восстания вдруг Ну как бы Портреты понятны Социалистическое переустройство тоже понятны А почему тема 16-го года Потому что именно в 1936 году Как бы отмечалось 20-летие Вот этого восстания То есть и было понятно, что страна, Кыргызская ССР Придавала очень большое значение этому событию Проводились различные выставки Спасибо Различные выставки Также мы нашли несколько документов Которые подтверждают о том, что правительство выдавало Вот например во Фрунзе они выдали около миллиона рублей Только на то, чтобы создать памятники Монументальные памятники Посвящены именно теме восстания То есть миллион рублей на Фрунзе И там 200 тысяч на Чуйск область На город Каракол отдельно Если позволите, я вам покажу Рисунки Белла Уитса На тему 16-го года Восстания 16-го года Первый рисунок называется Стрелок на скале То есть вот он именно изображал Какие-то отдельные моменты Отдельных людей Которые принимали участие в этом восстании Надо сказать, что для того, чтобы вот эти вот все образы создать Уитс и Павленко Они как бы объездили некоторые места Точно знаем, что они в Кемине были И там как бы проводили свои какие-то исследования Вот эта вот фреска, в принципе, должна была быть на стене То есть это вот такая общая композиция фрески Это стреляющий боец Вид сзади Прицеливающийся боец называется Боец, бросающий глыбу Боец на лошади Здесь даже видно их какие-то свои примечания То есть они здесь Которые, наверное, художники сами делали Убитый бай Да, вот эти вот рисунки Но по не совсем ясным причинам Художникам почему-то не удалось реализовать вот эти вот рисунки Если бы вы были в зале заседаний Аутса, вот нынешнего То вы могли видеть только вот эти вот портреты Маркса Энгельса И Ленина Сталин тоже был изображен Но потом его тоже закрасили Да, то есть было всего четыре портрета Даже вот они планировали Фрунса сделать Но и он тоже не был реализован Также надо сказать, что Оксана Павленко Тоже сделала много очень рисунков Именно портретов Но не как бы не для эскиза Но одним из ее тоже как бы Главных идей, которые она хотела реализовать именно в этом зале Это была фреска демонстрация в городе Фрунзе То есть, ну она тоже почему-то не была реализована Но она была реализована потом Тоже на ВДНХ в Москве На стенах павильона Киргизской ССР Но в 60-х годах Я прочитала в одном источнике Что она была тоже закрашена Или вот этот весь павильон как-то был разрушен В общем, тоже у нас не осталось этой фрески Ну и главный вопрос, в принципе, нашей презентации Которая звучит загадка нереализованной фрески Почему же эта фреска не была реализована? Ну, казалось бы, были все предпосылки Чтобы эта фреска, посвященная 2016 году, была реализована То есть, мы нашли документы, где им давались деньги Есть договора, заключенные с художниками Что они занимаются именно оформлением этого зала Есть вот тот же самый документ о миллионе рублей Который должен был покрыть расходы Связан именно с реализацией, с оформлением Создание монументальных памятников Посвященных именно вот этой теме То есть, даже была политическая воля Но почему-то... И, как ни странно, в источниках, которых мы искали Посвященных именно монументальным искусствам Киргизии Мы не нашли ответа на этот вопрос Вот, мы хотим еще и ваши гипотезы какие-то узнать Но наша гипотеза была, что это просто обычная бюрократическая волокита Или, возможно, нехватка денег Возможно, не хватило каких-то денег И эта идея забылась в коридорах власти Потому что, как бы, таких явных причин мы не видим Если у вас есть какие-то идеи, мы рады выслушать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому